Расследовательская журналистика Многих расследований сетуют. Сегодня это уже далеко не та профессия, что была раньше. В какой-то момент журналистское расследование перешло в такое вот поле абсолютно обывательское. То есть, что зрители интересуют, вот интересует, куда пропала гречка из магазинов. Вот давайте проведем расследование. Для Натальи же, по ее словам, стимулом к расследованиям всегда был личный интерес. Несостыковки в уголовном деле, слишком чудодейственное народное средство или случайно брошенная собеседником фраза. Поводов для вопросов много, говорит журналистка. Ответы, правда, не всегда удается получать. Впрочем, Медленной на это, наверное, жаловаться не стоит, ведь в ее личном активе несколько возбужденных уголовных дел. Мне удалось посадить директора детского дома, которая воровала у детей квартиры. Директор детского дома обеспечила всех своих родственников вот этим жильем. Ну, по-моему, на шестой или седьмой квартире мы прервали эту порочную практику. За ее профессиональное любопытство Медлене редко угрожали. Но журналистка об этом распространяться не любит. Гораздо охотнее она рассказывает о героях своих расследований, перипетиях человеческих судеб и хитросплетениях коррупционных цепочек. Разговор о них и не только нынешние гости формата А3 обещала продолжить. Возможно, даже этой весной, ведь на конец апреля у нее запланирован еще один визит в Молдову. Правда, по личным делам.